Это Любовь Соболь. Госдума во втором чтении одобрила повышение пенсионного возраста. После этой так называемой реформы мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 60 лет. За повышение пенсионного возраста проголосовало 326 депутатов и подавляющее большинство из них из Единой России. Вот, например, депутат-единорос Андрей Исаев проголосовал за. А вот в 2012 году Исаев говорил, что категорически не поддерживает повышение пенсионного возраста и что граждане могут быть спокойны. В 2014 году в своей статье он писал, что повышение пенсионного возраста это несправедливо, ведь в России низкая продолжительность жизни, а условия труда тяжелые. Ну и мое любимое. Это декабрь 2015 года и депутат Исаев говорит, что нет нужды повышать пенсионный возраст. Так что же случилось? Условия труда в России так улучшились, что повышение стало справедливым? Или вы просто там в Госдуме говорите то, что нужно вам в конкретный момент? И когда Путин говорил, что он против, вы тоже говорили, что против. А потом ваше мнение резко изменилось. Идем дальше. Депутат Сергей Неверов, руководитель фракции «Единая Россия» и вице-спикер Госдумы проголосовал за. А вот, что он говорил в январе 2012 года. Решение этого вопроса должно лежать в иной плоскости. Модернизация экономики, развитие промышленности, получение доходов из других источников. Рассказывал нам Неверов, а потом проголосовал за повышение пенсионного возраста. Ну или вот в мае 2017 года Неверов раскритиковал предложение повысить пенсионный возраст и назвал его экономией на умерших. Прошло всего полтора года, даже меньше. И вот депутат Неверов уже голосует за. Что это, уже больше не экономия на умерших? Или тоже перемена мнения Путина и администрации президента привела к резкой смене позиции? Ну и спикер Госдумы Вячеслав Володин, куда же без него? Проголосовал за. В 2009 году он заявлял, что никакого повышения пенсионного возраста быть не должно, и что пока Единая Россия находится у власти, они будут стоять на этой позиции. Может мы что-то пропустили? Может Единая Россия уже не у власти? Ну или единороссам пора потерять эту власть? Судя по выборам во Владимире и Хабаровске, многие люди уже подумали так. Вот такие они, депутаты от Единой России. Говорили, что против повышения пенсионного возраста, а потом взяли и проголосовали за. Призываю всех запомнить это и на всех выборах выступать против кандидатов Единороссов. Москва два дня подряд стояла в девятибальных пробках. Во вторник вечером пробки достигали максимальных десяти баллов. Причину назвали сильный дождь, но не думаю, что он главный виновник. Москва занимает второе место в мире среди городов с самыми большими пробками. И связано это не с частными дождями, а с управлением городом и градостоятельной политикой. В рейтинге от аналитической компании «Индрикс» Москва выше Нью-Йорка, Сан-Паула и Сан-Франциско. Опережает Москву только Лос-Анджелес. Москва выше и Лондона, и Парижа, и других европейских мегаполисов. В чем же причина такого положения и почему московским властям не удается победить пробки? Причин несколько, и главными я считаю постоянный рост населения в Москве, градостроительную политику и коррупцию. Пока в регионах зарплаты в 25 и 30 тысяч люди будут ехать в Москву. Это же очень логично. Новосибирск – это же негласная столица Сибири. А в Новосибирской области средняя зарплата 33 850 рублей. Конечно, в такой ситуации люди будут ехать в Москву. Чтобы это изменить, надо развивать региональные столицы. Таких центров, как Москва, должно быть больше. Не один и не два, а десятки. Тот же Новосибирск. Нужно не отнимать деньги у регионов, а развивать их, чтобы по всей России были возможности для жизни и для самореализации людей. Тогда нагрузку на Москву снизится. Вторая причина пробок – это застройка и градостроительная политика. Если высотки и целые микрорайоны строятся без учета транспортной инфраструктуры, то платными парковками тут не поможешь. Исправить градостроительные ошибки не так просто. Ведь дома уже построены и в них живут люди. Но можно хотя бы не совершать новые. Но что же мы видим? Например, в середине мая 2017 года мэр Сергей Собянин заявил, что дома, построенные по программе реновации, будут иметь от 6 до 14 этажей. Но затем вице-мэр Москвы по строительству Марат Хуснулин заявил, что дома могут быть и выше 20 этажей. Когда мэр сначала говорит, что дома будут до 14 этажей, а потом вице-мэр рассказывает, что оказывается будет и выше 20, это не внушает оптимизма. Еще один вопрос – это точечная застройка. Это когда дома впихивают в старые районы, туда, где это выгодно застройщикам. И с уходом Лужкова эта проблема для города не пропала. На Москве отражается и бурное строительство в Ближней Подмосковье. В столице квартиры дорогие, и люди покупают жилье в пригороде. Это логично. Но вот ездить на работу они будут в Москву, и это будет снова увеличивать пробки. Можно сколько угодно вводить платные парковки, но если будет сохраняться такой же разрыв между Москвой и регионами, как сейчас, то это не поможет. Развивайте Россию, а не только Москву. И думайте о том, как будут жить люди, а не сколько откатов можно получить от застройщиков. Швейцария отказала Роману Абрамовичу в получении вида нажительства из-за опасений, что он может представлять угрозу общественной безопасности и донести стране репутационный ущерб. Об этом сообщают швейцарские СМИ. По данным журналистов, при рассмотрении заявки миграционная служба обратилась в полицию. И там ответили, что в отношении Абрамовича имеется подозрение в отмывании денег и возможных контактах с криминальными структурами, а его активы имеют, по крайней мере, частично нелегальное происхождение. После обнародования этой информации, юрист Абрамовича заявил, что любые предположения, что Абрамович был связан с отмыванием денег или имел контакты с преступными группировками, являются ложными. Ранее Абрамович пытался не допустить публикации данных о его обращении за видом нажительства, но суд проиграл. Суд заявил, что не является цензурным органом и что свобода средств массовой информации является одной из ключевых особенностей свободы выражения функционирует как связанное звено между государством и обществом и служит для контроля над властями. Российские олигархи, видимо, все никак не привыкнут к правилам Швейцарии, раз хотят цензурировать швейцарские газеты. Но на одном отказе в виде нажительства проблемы Абрамовича не закончились. В мае издание «Дебел» сообщило, что Великобритания не продлила ему визу. Абрамович владеет лондонским футбольным клубом «Челси». Весной у него закончился срок инвестиционной визы, но с ее продлением возникли проблемы. В чем же дело? Английские СМИ написали, что для продления визы Великобритания попросила Абрамовича объяснить происхождение его состояния. Объяснять, откуда у него деньги, Абрамович не стал и вместо этого получил израильский паспорт. И теперь у него есть право на жительство в Британии до полугода, так как у Израиля с Великобританией безвизовый режим. Отличная схема, а главное, не пришлось объяснять властям Британии, откуда деньги. В 90-х Абрамович был партнером Бориса Березовского, а затем судился с ним в лондонском суде. Лексикон британских СМИ обогатился такими понятиями, как крыша кинуть и замочить. Боюсь, если бы Абрамович в реальности объяснял, как он нажил свои миллиарды, то понадобились бы не только такие слова. Так что для него, видимо, лучше уж так, через Израиль. По идее, происхождение денег российских олигархов должно в первую очередь волновать наши власти, а не Британию. Это же наши деньги, и если они украдены, то украдены у нас, граждан России. Надеюсь, в прекрасном будущем будет именно так, и господин Абрамович получит вопросы уже от властей России. Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok